Теперь современные возможности лечения больных местно распространенным и радиорезентным раком щитовидной железы. Результаты многоцентрового исследования. Профессор Подвязников Сергей Олегович, песня московского гостя. Пожалуйста. Спасибо. Ну, московский гость начинает свою песню с этого слайда. Продолжение следует... Есть ли перспективы у таких больных? Увидим ли мы свет в конце тоннеля? На этот вопрос мы постараемся ответить, по крайней мере, сегодня в наших рассуждениях. Но прежде чем я перейду к основной теме моего сообщения, я знаю, прекрасно понимаю, что на первой секции нашей конференции были освещены вопросы эпидемиологии. Но напомнить об этом все равно стоит. Кратко, как видите, ежегодно в мире регистрируются 120 тысяч новых случаев рака щитовидной железы. Это примерно 1% всех злокачественных опухолей среди мужчин и 2% среди женского населения. Отмечается это повсеместно. Все знаем мы это хорошо. Присутствующие здесь в зале, что за последние 20 лет заболеваемость увеличилась в 2 раза. Показатели, стандартизованные показатели заболеваемости, они разнятся в зависимости от региона проживания населения в той или иной точке мира. От 0,6 до 5 по мужскому населению и от 1,5 до 16 по женскому населению. А вот причиной смерти от этой патологии это всего 1% выпадает, что говорит все-таки в пользу того, что мы имеем возможность сегодня говорить о том, что мы можем лечить больных дифференцированным раком щитовидной железы. Российская Федерация, последние статистические данные, это 1,5 тысячи мужчин с новь выявленным диагнозом раком щитовидной железы, 8,5 тысяч женщин. Возрастная группа наших пациентов одинаковая оказалась, 53 года. Что отмечаем мы? Все, прирост заболеваемости раком щитовидной железы, он сохраняется из года в год и за последние 10 лет это 13,5% прирост. Стандартизованные показатели на сегодняшний день по Российской Федерации мужское население 2,2, женское 11 на 100 тысяч населения. Как уже прозвучали сегодня такие акценты на лечение данной патологии? Мы с вами прекрасно понимаем, что дифференцированные формы рака щитовидной железы, прерогатива, это хирургические методы. Мы с вами обсуждали объемы хирургического вмешательства и мы видим на этом слайде те самые 86%, которые выпадают на радикально оперированных больных. Местно распространенные формы, кое процент выпадает на современные статистики, если я не ошибаюсь, 13,5%, максимум 14% местно распространенных форм 3-4 стадии процесса. Они, конечно, и попадают в основном под комбинированный метод лечения, это почти 14%. А вот палеотивное химиолочевое лечение наши пациенты в Российской Федерации получают ниже 0,5%. Конечно, хорошо, когда мы видим результаты нашего хирургического вмешательства. Мы, как уже говорили о том, что мы можем выявлять очень серьезную группу больных с плохим прогнозом, которым показано дополнительное лечение. И эта группа больных, которая может поддаваться, хорошо поддаваться лечению, это радиотерапия. Однако, мы все прекрасно понимаем, и вот с накопившимся опытом за годы нашей работы, мы видим, что и в этой группе тяжелых больных стала выявляться еще серьезная очень группа больных, когда наступает радиорезистентность к радиоактивному йоду. Ну, что тогда делать нам? Какую помощь мы можем оказать нашим пациентам с радиоид-резистентным раком? Ну, если говорить о лечении дифференцированного рака, мы видим, это основные морфологические формы. Здесь еще можно вспомнить о гертоклеточной форме рака, которая в последние годы выделена в отдельную. Очень плохой результат лечения выживаемости больных именно в группе радиоид-резистентной формы заболевания. И вы видите медиану выживаемости таких пациентов, она составляет в пределах трех лет, а десятилетняя выживаемость меньше десяти процентов. Кроме того, конечно же, наши пациенты страдают от множества осложнений, связанных именно с прогрессированием заболевания. Вот почему я с удовольствием привожу высказывания нашего коллеги из Института Густава Руси Мартина Шлюмберже. Больные, дифференцированные раком щитовидной железы, резистентные к терапии радиоактивным йодом, в настоящее время имеют очень ограниченные варианты лечения и ждут новых возможностей, которые бы отсрочили прогрессирование их болезни. Имеем ли мы на сегодняшний день возможность помочь таким больным? Да, появилась такая возможность, это таргетное лечение такой группы больных. И, кстати, Мартин Шлюмберже был одним из тех исследователей, которые занимались исследованием мультикиназного ингибитора, которым является серафенип. Серафенип – он мультикиназный ингибитор, который подавляет на молекулярном уровне сигналы, которые связаны в патогенезе рака щитовидной железы, включая сигналы, которые имеют отношение именно к развитию дифференцированной формы рака щитовидной железы. И вот этот препарат, серафенип-нексавар, в марте 2014 года был зарегистрирован у нас в Российской Федерации для лечения данной группы больных. Как он работает? Есть результаты довольно-таки серьезного исследования, самого крупного, международного, многоцентрового, рандомизированного и, главное, плацебо-контролируемого исследования третьей фазы серафенипа у пациентов данной группы больных. Что показало это исследование? Ну, в первую очередь, прежде чем мы посмотрим результаты данного исследования, я хочу сказать, что оценивалась выживаемость без прогрессирования. Это, на взгляд исследователей, являлось самым лучшим прадиктором общей выживаемости, нежели частота объективных ответов. Именно выживаемость наших пациентов без прогрессирования и была принята в качестве показателя эффективности данной терапии. Дизайн исследования прост. Мы видим группу пациентов, которые вошли в это исследование, место распространенной формы, метастатические формы, дифференцированного рака, считай, видной железы, и разделились на две группы пациентов, которые получали Нексовар, классический вариант назначения, по 400 мг два раза в день, ПРОС, и вторая группа больных, которые получали плацебо. Все пациенты получали в данной группе исследования соответствующее назначение до прогрессирования заболевания. Когда наступало прогрессирование заболевания, по решению врача и исследователя наступало расслепление, то есть смотрели, что же получали в той или иной группе пациенты. Если получали Нексовар и была возможность продолжить это лечение, либо поменять схему лечения, а именно дозу Нексовара, то продолжали такие пациенты получать Нексовар. В группе больных, которые получали плацебо, те пациенты переходили, им назначался Нексовар. Мы видим, кто вошел в эти исследования. По географическому региону, я говорил многоцентровое исследование, в основном Северная Америка, это США, Канада, европейские страны и Азия, возраст пациентов мы видим. Прогрессирование оценивалось централизованно, независимая группа экспертов каждые 8 недель. И главное, что пациенты с зарегистрированным прогрессированием могли продолжить, переходили на прием сарафиниба. Значит, ну, первичная, конечная точка, это определение времени до прогрессирования, либо смерти пациента. Ну, а второе, конечно, это оценка общей выживаемости, конечно, время до прогрессирования, частота контроля, лучший лечебный ответ, длительность ответа, безопасность и, несомненно, фармакокинетика. В критерии, которые были включены в данное исследование, критерии включения пациентов, это больные местно распространенным или метастатическим дифференцированным раком щитовидной железы, сюда относились дифференцированные раки, резистентные к терапии радиоактивным йодом, а именно, если было наличие у данного пациента по крайней мере одного очага, не накапливающего йод, или прогрессирование заболевания после введения радиоактивного йода в терапевтические дозы 100 мл. и более, или те пациенты, которые получили в кумулятивной своей дозе радиоактивный йод 600 и более мл. Прогрессирование заболевания в этой экспертной группе, я говорил об этом, проводилось и проводилось в течение последних 14 месяцев. Это тоже нужно говорить как критерии включения в эту исследовательскую группу. И, несомненно, должно быть адекватное подавление уровня тереотропного гормона. Критерии дальше продолжаем. Пациенту, который проходил в этом исследовании, не показаны какие-либо были хирургические вмешательства, либо назначение дистанционной лучевой терапии в радикальной программе. Обязательно должна была отмечена быть удовлетворительная функция костного мозга, печени и почек. И, как вы видите, функциональный статус по шкале ЭКОК был удовлетворительный от 0 до 2. Следует сказать, что критерии исключения – это единственный момент, извиняюсь, не на ту точку нажал. Это если пациенты получали какое-либо противоопухолевое лечение таргетными препаратами, либо любую химию терапию, любой цитостатик. Они не входили в группу. Значит, ну здесь мы уже, можно сказать, как бы начали уже это обсуждение по поводу критериев резистентности к радиоактивному йоду. Следует еще раз напомнить о том, что при выполнении радиоактивного скинирования обязательно нужно смотреть, как отвечают, накапливают те или иные узловые образования радиоактивный йод. Говорили об этом уже сегодня в докладах своих мои коллеги и в частности о том, что не только, наверное, скинирование всего тела следует проводить, и, наверное, есть серьезные перспективы у такого исследования, как ПЭД. Значит, пациенты, у которых было зафиксировано, прогрессировано в течение 16 месяцев после единожды перенесенной процедуры радиоактивным йодом, мы видим. Пациенты, у которых было проведено более или одной процедурой абляции радиоактивным йодом, последней из которых была больше 16 месяцев назад, и у которых регистрировалось прогрессирование менее чем через 16 месяцев, и об этом тоже можно обсуждать, что послужило, кстати, отправной точкой для дальнейших обсуждений, и пациенты, которые получили суммарную дозу, о которой мы с вами уже говорили, 600 и более мелькьюри. Основные характеристики пациентов, которые вошли в это исследование, вы видите возрастную, по возрасту, региону, как говорили, и по статусу. Это все понятно. Морфологические формы мы с вами опять же вспоминаем. Какие метастатические моменты мы отмечаем? Различные мишени отдаленных метастазов, чаще всего легкие, кости, были лимфатические узлы, любые сюда вошли, плевра, мягкие ткани головы шеи и печень. В анамнезе фактически все больные были оперированы, и им выполнена была тиреоид иктомия. Локальное лечение, лучевая терапия в частности, было отмечено у ряда больных. И средняя доза радиоактивного йода, которую получили пациенты, в пределах 400 мл. Что же получили в результате этого исследования? Вот этот замечательный слайд, который четко показал и показывает, что выживаемость в группе больных, которые получали НЕКСАВАР, в два раза выше, нежели в группе пациентов, которые получили плацебо. Это серьезные результаты, серьезный вывод, которые получили в результате этого исследования. Но если мы посмотрим по общей выживаемости, здесь немножечко другая ситуация складывается. Дело в том, что по общей выживаемости во время двойного слепого периода были неокончательными. И вот не было достигнуто статистической значимости, уровня статистического значимости в этих двух группах. Следует сказать, почему. Потому что, а мы уже это с вами обсудили, что из группы больных, которые получали плацебо, они переходили в группу по назначению, получали НЕКСАВАР. Здесь, поэтому небольшой такой, может быть, сбой и происходит. Результаты. Что получили? Получили соответствующие ответы на назначение с Рафинибом. Сразу хочу оговориться, что полных ответов не было отмечено вообще. Однако были отмечены частичные регрессии. И, как видим, эта регрессия была в основном в группе пациентов, которые получали НЕКСАВАР. И при этом, нужно сказать, что медиана времени ответа, диапазон, именно в этой группе был отмечен. А при плацебо он не отмечался. И вот говоря о том, как работает с Рафиниб, мы видим, на уменьшение размеров новообразования 73% больных ответили на препарат по уменьшению новообразований, тогда как плацебо значительно ниже был ответ. Что хочется ответить далее? Что можно менять дозировку с Рафиниба. Дело в том, что, конечно же, как и любое лечение, будь то это цитостатики, будь то это таргетное лечение, все это вызывает определенные осложнения, да, и побочные эффекты у больных. Здесь говорится о том, что при выявлении нежелательных явлений у наших пациентов в этом исследовании можно было бы поменять дозу использования НЕКСАВАРа. Стандартное мы видим, да, было 800 мг в сутки, 402 раза в день. Можно перейти на дозу номер один 600 мг, 400 и 200 через 12 часов. На второй вариант, это 400 мг в сутки, это 202 раза в день. И третий вариант, всего 200 мг в сутки, один раз в день. Следует сказать, что в принципе нежелательные явления, которые были отмечены у пациентов в данном исследовании, они в основном коррегировались и отмечались в основном первой степени, первой, ну максимум второй степени, высоких степеней, в частности пятой степени, это совсем неприемлемо говорить, это о смерти пациентов, крайне редко было отмечено. Но вот когда возникают такие побочные явления, когда возникает нежелательное явление, мы можем регулировать эту ситуацию снижением доз сарафиниба. Побочные явления были отмечены, конечно же, в группе получавших НЕКСОВАР, редукция была у 64 больных, и в 66% случаях было прерывание терапии за счет нежелательных явлений. Какие же явления отмечаются? Я уже сказал о том, что чаще всего наблюдается нежелательное явление первой и второй степени, и в основном это ладонно-подошвенная кожная реакция, наиболее часто встречаемая при назначении таргетного лечения, диарея, аллопиция, сыпь или шелушение кожи. Несмотря на это, следует говорить о том, что можно эвалировать дозу НЕКСОВАРа, и главное продолжать лечение НЕКСОВАРом, потому что в том-то вся и прелесть, это НЕКСОВАРом нужно использовать очень длительное время. Серьезные нежелательные явления. Это выявление вторичной опухоли, это плоскоклеточный рак кожи, диспноя и плевральный выпад. В случае смерти мы видим инфаркт миокарда, субдуральные гематомы были отмечены у определенной группы больных. Краткий комментарий. Если говорить об этих моментах, которые мы только что сказали, крайне трудно доказать, конечно же, прямое канцерогенное воздействие сарафениба на организм. Вероятнее всего, все-таки, речь может идти о выявлении первичном множественном метахронных опухолей, особенно что касается женщин. Мы с вами хорошо знаем в этой аудитории, что рак щитовидной железы нередко выявляется у больных, женщин, страдающих опухолемеропродуктивной сферой. И далее, плоскоклеточный рак кожи, вероятнее всего, связан с развитием акантаприкансероза на фоне именно тех самых реакций, которые возникают при назначении Нексавара. Какой вывод мы получаем? Что это decision, это единственное, первое на сегодняшний день и положительное исследование третьей фазы таргетного лечения дифференцированного рака щитовидной железы, которое показало статистически значимое увеличение времени до прогрессирования и медиану времени без прогрессирования, которое на 50% дает разницу по отношению к группе плацебо. Побочные эффекты соответствовали уже известному профилю безопасности серафениба, и они легко, в принципе, могут контролироваться. Пациенты должны быть предупреждены об этих ситуациях и следует контролировать данные моменты, чтобы было отмечено при наблюдении за больными, которые получили серафениб. Уже как бы накопленный опыт. Нужно отметить, что серафениб, наксавар, может со временем привести к реддифференцировке опухоли, то есть к тому моменту, когда мы можем оценить, что опухоль опять чувствительна к радиоактивному йоду. Это очень интересный аспект, над которым следует дальше работать. Через определенный промежуток времени на фоне приема серафениба может наблюдаться рост размеров опухоли. Это отмечают исследователи. Это дает еще раз повод тому, что нужно серафениб продолжать назначать, потому что отмечается, что дальше, если не прекращать лечение серафенибом, размеры опухоли опять начинают уменьшаться и регрессировать. Следует отметить повышение уровня териотропного гормона при назначении серафениба. На это тоже нужно обращать внимание, и это дает нам повод говорить о том, что нужно проводить четко контроль уровня териотропного гормона и проводить своевременную коррекцию гормонотерапии, увеличивать назначение левотероксина и так далее. Отмечают то, что начинает падать уровень содержания витаминов D и кальция. Об этом следует тоже помнить и, соответственно, проводить соответствующую корреляцию нашим пациентам. Что делать? Ну вот то, что я уже попробовал прокомментировать. Это дальнейшая попытка может быть лечением радиоактивным йодом, длительность лечения серафениба, коррекция серафениба, если есть побочные эффекты, коррекция гормонотерапии и назначение соответствующих препаратов. Дальнейшая работа в этом направлении. Вот, казалось бы, да, мы получили результаты неплохие, есть какие-то перспективы в назначении данного препарата. Несомненно, нужно продолжить выработать эти критерии резистентности. Они немножечко, на наш взгляд, когда мы стали заниматься этим вопросом, и мои коллеги меня поддержат из Обнинска, из Института Герцена, конечно же, встал вопрос о том, что нам в Российской Федерации необходимо вырвать свои критерии резистентности. Ну, необходимо создать канцеррегистр больным, радио-йод-резистентным раком, дифференцированным раком щитовидной железы, что позволит в дальнейшем правильно давать назначение серафенибам. Ну, и, несомненно, отрабатывать маршрутизацию наших пациентов. Почему? Сегодня говорил Андрей Алексеевич как раз о том, где получают наши пациенты радиоактивный йод, следовательно, они наблюдаются в этом регионе, и когда они переходят в группу радио-йод-резистентных форм опухоли, где дальше они должны получать назначение, вот над этим следует дальше работать. Это продолжает работать группа экспертов в этом направлении. Мы постарались отработать наши критерии резистентности. Вы смогли получить эти брошюрки, которые нам любезно предоставила компания Bayer, где опубликованы как раз критерии резистентности терапии к радиоактивному йоду, и эти критерии были приняты в Казани недавно на съезде онкологов-радиологов стран СНГ, извините, опечатка, и Евразии. Какие критерии? Вот они звучат, также можно посмотреть в нашей брошюрке. Наличие одного или более очага, не подлежащего хирургическому лечению, это особо важно подчеркнуть, потому что уже говорили о том, что если есть возможность оперировать больного, его нужно оперировать. Понятно, да? Визуализируемого опухолевого очага КТ-МРТ, ПЭТ, как вы видите, не накапливающего терапевтическую активность радиоактивного йода при условии адекватного подавления, выполнения радио-йод терапии, и лечебной синтеграфии всего тела, желательно с использованием эмиссионной КТ-МРТ. Доказаны согласно системе прогрессирования опухолевого процесса. Мы поставили 12 месяцев, согласительная комиссия пришла к этому выводу, на фоне радио-йод терапии не менее 100 мл. при условии успешной облицированной тиреоидного остатка. Понятно, да, что ткани щитовидной железы хотелось бы иметь отсутствие. И отсутствие регрессии очагов опухоли при суммарно-лечебной активной дозе 600 мл. вот что мы имеем на сегодняшний день. И я не знаю, ответил я на вопрос о том, увидели ли мы цвет в конце тоннеля. Похоже, что мы все-таки где-то что-то проблески замечаем. И я надеюсь на будущее, что нам позволит заниматься данной группой больных именно такой препарат. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Иванович. Светлана Анатольевна, вопросы? Вот вопросы. Раз-раз. У вас хорошо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вот у меня вот какой вопрос. Там в этом исследовании прозвучала такая информация, что 11% больных были с гертлеклеточными опухолями. Мы вообще сегодня этого вопроса не касались. Понятно, что это другие новообразования, чем те, которые возникают из оклеток. Но все-таки там по данным этого исследования была ли какая-нибудь зависимость от морфологического варианта новообразования, то есть папиллярная, фолликулярная и в данном случае гертлеклеточная? Спасибо, да. Группа очень маленькая. Какой-то определенных выводов невозможно было сделать. Да, тем более, что еще не все исследователи как-то определились. Считалось, что гертлеклеточный по своим составам он близок к клеточным, так называемым, фолликулярным ракам. Однако более глубокие исследования показали, что именно нужно говорить о гертлеклеточном клетках ашкиназии, так называемой, да, старое название. Трудно сказать, это маленькая группа, и выводов каких-то сейчас делать нельзя. Спасибо, Сергей Олегович. И последний, может быть, вопрос тут и Андрей Алексеевич тоже говорил о цифрах определенных. Вот все-таки какую мысль аудитория должна унести с собой? Какая доля больных высокодифференцированным раком щитовидной железы, которые или планируются на лечение радиоактивным йодом, или лечилось их, все-таки относятся к группе радиорезистентных? Спасибо. По абсолютным цифрам мы определимся, для чего мы и продолжили работу относительно создания канцеррегистра. Вот канцеррегистр нам покажет и ответит на эти вопросы. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.